Почему многие люди получают свой успех именно работая в интернете? Чем больше я работаю в интернете, я убеждаюсь, что один принцип работает здесь больше всего. Хочешь узнать какой? Да слушай до конца это видео. И обязательно ты, применив его, ты сможешь сделать свой бизнес успешным. Я Валерий Моисей. Я начал продвигаться в интернете два года тому назад. Из традиционного бизнеса я пришел сюда на платформе YouTube, Instagram, Facebook. Я никогда не знал как работается в интернете. У меня был опыт работы в традиционном бизнесе и я неплохо это делал. Но когда я столкнулся с продвижением и работой в интернете, я понял один принцип успеха. Вот сегодня я с ним хочу с тобой поделиться. В традиционном бизнесе ты не узнаешь и не услышишь от влиятельных и успешных бизнесменов ихний секрет. Почему? Потому что там конкуренция. И люди не хотят, чтобы их кто-то опережал. Но чем больше людей приходят работая в интернет, они меняют свой образ мышления. Для того, чтобы продвигаться в интернете, здесь нужно быть открытым. Здесь нужно быть дружелюбным. Здесь нужно быть человеком, который был бы вкладом в других жизнях. И тогда, когда ты становишься вкладом для других, именно тогда начинается твой успех. Сначала я не понимал как это работает. Я не мог понять, что будучи открытым для других, делясь секретами с другими, ты становишься успешным человеком. Как? Я сам этого не понимал. Но спустя какое-то время, уже сейчас, я это четко осознаю, что именно этот фактор сыграл в мою жизнь большую роль. И скажу вам пример. Недавно вместе с командой мы договорились сделать один небольшой марафон чисто внутри команды для того, чтобы восстановить свои тела. Мои друзья увидели, как я это сделал себе. И когда мы об этом договорились, мы потом подумали, а почему бы это не сделать открытым? И вы знаете, первый же пост, когда я поставил в Инстаграм, на Фейсбук, и мои друзья, когда начали поставить посты об этом марафоне, я удивился, какое количество людей пришло ко мне в этот марафон. Я стал людям звонить, я стал их спрашивать, откуда они меня знают и почему они пришли, кто их пригласил. И многие из них мне говорили, Валера, ты знаешь, вот в прошлом году, вот там-то, там-то мы тебя видели в интернете, вот на таком-то марафоне или на таком событии, мы за тобой стали наблюдать. Друзья, эти люди увидели то, что я делаю какие-то движения в интернете. И они стали наблюдать, и они увидели, что я даю полезняшки, я делюсь с ними какими-то своими инсайтами, откровениями, я делюсь с ними своими секретами. И они стали мне доверять. Вот этот секрет успеха в интернете. Если тебе важно действительно продвигаться в интернете, в своей нише, там, где ты есть, стань экспертом в той области, которую ты для себя избрал. И если ты будешь делиться со всей откровенностью, ты будешь делиться своими секретами, ты будешь делиться с полезняшками, ты будешь вкладом в людей, люди, которые за тобой наблюдают, они сами пойдут и найдут тебя. Я на 100% уверен, что проект, который ты продвигаешь, самый лучший для тебя. Тот продукт, который у тебя есть в компании, он самый лучший для тебя. Я уверен, что ты хочешь использовать этот проект и этот продукт для того, чтобы донести свою миссию миру. Правда? Но какие чувства ты ощущаешь тогда, когда ты рассказываешь человеку о своем продукте, о своей компании, о своем продвижении, и когда ты понимаешь, что перед тобой потенциальный партнер, но приходит время, когда ты хочешь ему рассказать о том, чтобы он пошел с тобой в бизнес. Каковы твои чувства? Что ты испытываешь внутри себя? Наверное, то же самое, что я испытывал когда-то. Тебе страшно предложить человеку бизнес? Ты рассказываешь своему потенциальному партнеру все прелести твоего проекта. Ты делишься с ним той полезностью, которую ты получил от твоего продукта, от твоей компании, от твоего бизнеса. Но смотришь на него и думаешь, у него, наверное, нет денег. Тебе страшно предложить ему свой бизнес? Друзья, это все внутренние блоки, с которыми нужно работать. Если тебе интересно узнать, как преодолеть эти блоки и как действительно от них избавиться, напиши мне в директ. Я с удовольствием проведу с тобою хорошую консультацию и помогу тебе преодолеть эти внутренние страхи, через которые когда-то и я проходил. И я не побоюсь этому слову сказать. Я и сейчас иногда боюсь предлагать моим потенциальным партнерам бизнес. Но чем больше я провожу консультации и убеждаюсь в том, что люди хотят делать то, о чем мы говорим. Нужно просто знать, как перебороть эти моменты. И если ты один из них, ты хочешь продвигаться. Но есть еще какие-то блоки. Прямо сейчас напиши мне в директ. Я свяжусь с тобой и дам тебе хорошую консультацию. Мы посоветуемся с тобой вместе и ты увидишь, как можно достичь успеха именно через интернет. Я желаю тебе всех благ и успехов. Пока-пока.